Северная река Робья На один из ответственных участков, где противник особенно мешал продвижению нашего подразделения, была выдвинута лучшая снайперская пара Поливанова и Ковшова. МИНЫ! 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 Наташенька... Миши мне чаще... Я буду ждать. Мама. Мама. Немцы всеми силами пытаются прорваться на отбитую у них территорию. Пропускать врага нельзя. Необходимо обезглавить их командование, уничтожить минометные и пулеметные расчеты. Наташа, офицеры твои. Выдвигаемся с наступлением темноты. Наши войска отступили. Нас окружают. Не отступать. Экономить патроны. Бить по врагу прицельным огнем. Товарищ командир Боргина. Командование беру на себя. Держать позиции. Продолжать вести бой. Мины! Бонечка. Минь. 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 ШЕЙЦЕ! ВАЙТЕ! Я БЮЗ ДЕН ИН ЭНДЕ БЕРАЙТЕН! ВЕС ХАЙПХАВТИ АНСТ! ШНЕЙ! СДАВАЙТЕС! Преклядущие! Русские девушки не сдаются! ВАЙТЕ! 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 СИНТ НУ ЗВАЙ МЕТЧЕН! УНД НОГ ДАТСУ ВЕВУНДЕТ! ПАЙТЕ! Я МЮЗ СИГИ ФАНГЕНЕМЕН! ВАЙТЕ! 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 ВЫ НЕ ЛЮДИ! ВЫ НЕ ЛЮДИ! Субтитры сделал DimaTorzok Милая моя мамусенька, сегодня получила твое письмо с фотографией. Ты права, мне очень приятно смотреть на нее. Я то и дело ее достаю из кармана гимнастерки. У меня уже нет ни одной своей фотографии, все куда-то исчезли. Да, а ты получила мое фото, где мы с Машенькой сняты. Мы совершили большой переход, примерно 115 километров, и теперь наступаем в другом месте из другой армии. Место здесь очень болотистое, грязь везде по колено. Но ничего, мы и здесь повоюем. Побьем проклятых гадов, чтобы им тошно стало. Ты Машеньке напиши, чтобы она зря не надрывалась. А ты с ней никакого сладу нет. Я после ранения стала много осторожней. А насчет денег ты мне не говори. Раз у вас есть чего покупать, да еще такие вкусные вещи, то пусть лучше будут у тебя деньги, а не у меня. Мне они понадобятся только после войны. Платик за хорошее купить. А пока целую и обнимаю крепко. Твоя на тузе. Подруги Маша и Наташа вместе стали снайперами, вместе призвались добровольцами, вместе обороняли Москву в составе 3-й коммунистической дивизии. Вместе одним приказом награждены орденом Красной Звезды. Но носить награду им, правда, не довелось. Приказ по фронту был подписан только 13 августа 1942 года. А на следующий день они вместе приняли свой смертный бой. Звание Героев Советского Союза им тоже было присвоено вместе, одним указом. И лежат они тоже вместе в деревне Коровичина Старорусского района Новгородской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...